Мы их всех засудим, кто стал юристом года. Марафон студенчества. Всем привет! В эфире Универньюз, а студия из Софьи Власнова. Делегация Казанского федерального университета в рамках рабочего визита в Египет встретилась с руководством компании Modern Group по вопросу открытия в 2023 году филиала Казанского университета в Каире. Планируется, что в филиале будет осуществляться подготовка по медицинским направлениям, а также реализуются магистрские программы по менеджменту и программной инженерии. В настоящее время в новом здании филиала начаты отделочные работы, определена база для клинической практики. Каждый человек должен знать законы страны, в которой он живет. Однако есть специально обученные люди, которые всегда готовы помочь тем, кто плохо знаком с законопорядком. Ежегодная премия «Юрист года» накануне состоялась в столице Татарстана. Кто стал лучшим в этом году, расскажет наша съемочная группа. В императорском зале Казанского федерального университета прошло ежегодное вручение республиканской премии «Юрист года». В начале мероприятия с приветственным словом выступил Ленар Сафин, ректор Казанского университета и выпускник юридического факультета. В этом зале собрались коллеги, в основном многие выпускники нашего университета, юридического факультета, поэтому я вас еще раз приветствую, рад видеть и хочу пожелать всем присутствующим здоровья, благополучия, профессионального роста для новых совершенствований. И эти совершенствования, несомненно, будут на благо нашей страны, нашей Родины, России, ну и, несомненно, Татарстана. А этому приветствую вас. Далее на сцену для торжественной речи пригласили первого заместителя премьер-министра республики Татарстана Рустама Нигматулина. Он отметил, что премия «Юрист года» приурочена к профессиональному празднику юристов, который состоится 3 декабря. Следующим этапом стало вручение Всероссийской юридической премии имени Габриэля Шершеневича, российского юриста, профессора Казанского и Московского университетов. С поздравительным словом выступил заместитель председателя правления Ассоциации юристов России Станислав Александров. Затем он вручил коллегам премии. Также слова поздравления озвучил Ильдар Халиков, председатель Татарстанского регионального отделения общественной организации Ассоциация юристов России. Я искренне поздравляю каждого из здесь присутствующих с нашим профессиональным праздником. Мы его проводим с вами всегда в торжественных залах, в торжественной особенной обстановке. Это, наверное, накладывает особый отпечаток нашей с вами профессии. Я искренне желаю каждому из вас и вашим коллективам добра, мира, счастья и здоровья каждому из вас. С праздником, дорогие друзья! С Днем юриста! Отметим, что премия «Юрист года» – высшая юридическая премия Республики Татарстан. Ежегодно награждаются специалисты, которые внесли значительный вклад в формирование правового государства, укрепление законности и правопорядка. Адалина Абдрахманова, Фарид Захитуглы, Универ-Ньюс. Студенческий марафон – место, где собираются самые активные, талантливые, яркие студенты-первокурсники Казанского федерального университета. Каким он был в этом году, расскажет Алина Красильникова. Студенческий клуб Казанского федерального университета проводит фестиваль «Марафон студенчества», который является победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов Федерального агентства по делам молодежи. Мероприятие нацелено на развитие творческой деятельности студентов. Здесь можно получить воспоминания на всю жизнь. И второе – это, конечно же, мастер-классы. И человек, первокурсник, может найти себе увлечение, хобби, а может быть вообще занятие на всю жизнь и в дальнейшем работу. Поэтому им важно участвовать в таких мероприятиях. На протяжении четырех дней студенты-первокурсники борются за первенство в спортивных соревнованиях, принимают участие в творческих конкурсах, посещают образовательные и творческие семинары, тренинги и мастер-классы. Программа «Марафон студенчества» направлена на развитие коммуникативных навыков, творческих способностей, стремительной адаптации студентов и появление новых знакомств. Такие мероприятия объединяют между собой людей, которые сюда приходят, и поэтому это очень важно, когда все студенты университета, неважно из каких они институтов, становятся одной большой семьей. Я считаю, что это отличная возможность проявить себя, потому что тут организуется хорошая площадка, где каждый может найти свою нишу, в чем он силен. Каждый вечер на сцене малого зала выступают команды с творческими номерами. Участвуют в таких мероприятиях, как киберспортивный турнир FIFA 2022, вокальный конкурс «Эпоха советского кинематографа», танцевальный конкурс «Огни большого города», конкурс «Кубок юмора». Фестиваль организован при поддержке Департамента по молодежной политике Казанского федерального университета, Федерального агентства по делам молодежи и Ресурсного молодежного центра. Алина Красильникова, Фарид Захит-Углы, Александр Кузнецов, Универньюз. В Казанском федеральном университете состоялось 10-е заседание комиссии по противодействию коррупции. Подробнее о встрече в следующем сюжете. 2 декабря в голубом зале Казанского федерального университета состоялось 10-е юбилейное заседание комиссии по противодействию коррупции, соблюдению ограничений, запретов и требований, установленных в целях противодействия коррупции, урегулирования конфликта интересов в 2022 году. Мероприятие традиционно началось с приветственных слов и оглашения повестки дня. Председатель комиссии Казанского университета, проректор по общим вопросам, решает Гузейров, обозначил ключевую тему заседания. В повестке дня у нас один большой вопрос, который состоит из трех частей. Мы пригласили сегодня представителей трех институтов, которые здесь находятся, и хотим заслушать руководителей данных институтов и работающих в рамках институтов студенческих комиссий. На заседание комиссии были приглашены представители Института социально-философских наук и массовых коммуникаций, Института управления экономикой и финансов и Института дизайна и пространственных искусств. Члены комиссии заслушали директоров вышеупомянутых институтов о деятельности студенческих антикоррупционных комиссий, а студенты презентовали свою деятельность. Наша студенческая антикоррупционная комиссия выполняет несколько функций. Наверное, работу нашей комиссии можно разбить в целом на три блока. Это, конечно же, работа с администрацией, как института, так и университета, со студентами. И наша непосредственная работа заключена в положении студенческой антикоррупционной комиссии. Мы занимаемся профилактикой коррупции в рамках нашего института дизайна. Мы стараемся привить ребятам культуру грамотной работы с студентами и с преподавателями, потому что, на самом деле, нам очень важно, чтобы у нас не происходило таких случаев, которые бы подвергали риску студентов в рамках обучения. Комиссией по противодействию коррупции КФУ и Департаментом по молодежной политике ведется целенаправленная работа по воспитанию у студентов чувства гражданской ответственности, важным элементом которой служит формирование антикоррупционной этики, навыков противодействия и противостояния взяточничеству. Это, безусловно, один из ключевых аспектов в вопросе просвещения молодого поколения. Карина Саяхова, Александр Кузнецов, Универньюс. Сервисы, генерирующие тексты, изображения, аудио и видеофайлы, выходят на новый уровень. Конечно, рядовые пользователи все еще балуются с Балабобой, Ленцой и Фейсап. Однако возможности таких технологий начинают использовать и для реальных проектов. Вытеснит ли нейросеть человека и захватит ли этот мир? Все подробности в сюжете Маргариты Михайловой. За последние несколько лет среди интернет-пользователей возросла популярность нейросетей, сервисов, способных сгенерировать все, что угодно и отвечать на любые вопросы. Одними из самых известных стали Дели, Ленза, китайская нейросетка Different Dimension Me и Фейсап. В России одним из крупнейших сервисов являются Рудели от Сбер и Балабоба, взорвавшая Рунет в прошлом году. Есть картинки, на них есть кошки и собаки. Получается, надо их различить. Соответственно, как происходит работа нейронной сети? Мы попадем на вход много фотографий и говорим, какой ответ. Прямо сразу. То есть нейронная сеть осуществляет обучение. В чем обучение заключается? Она внутри своих нейронов меняет эти числа, просто чтобы ответ вычислялся заодно. То есть у нее алгоритм, как исправляться, чтобы выдавать правильный ответ. То есть там нет какой-то сложной математики. Там очень все достаточно просто. Важно понимать, что нейросеть – это не база данных. И уж тем более не та технология, которая способна саморазвиваться. Ее нужно именно обучать. В процессе обучения она выявляет закономерности. К примеру, цвета и очертания предметов, которые привычны человеку. Так, если мы создадим самый обычный запрос, например, зимние улицы Казани, получим вполне реалистичный арт. Ну а если усложнить задачу, можно создать что-то совершенно новое. Нейросети в этом плане в принципе расширили границы творчества. Если говорить про будущее, или даже уже настоящее, то нейросеть может выступать хорошим помощником для художников, для цифровых художников. Потому что, когда мы, например, начинаем делать иллюстрацию, мы опираемся на историю, на изображение, которое есть также в интернете, собираем аналоги и после этого начинаем свое творчество. Работы, созданные с помощью нейросети, уже ворвались в мир искусства. К примеру, в мир кинематографа. Совсем недавно в России сняли первый в мире диппэк-сериал. Проект получил название «Пэм Джейсон». Лица реальных актеров заменили образы таких голливудских звезд, как Джейсон Стейтем, Киану Ривз, Марго Робби и Роберт Паттисон. Помимо кинематографа, нейросети потихоньку начали проникать и в мир изобразительного искусства. Так, в Магаданской области были созданы онлайн-выставки. Нейроколыма объединила около 170 работ. На них изображены разные сферы жизни магаданцев. Но если нейросеть способна конкурировать с реальными специалистами, сможет ли она и вовсе их вытеснить? Я думаю, требования, в принципе, к таким профессиям возрастут. То есть нужно будет иметь немножко больше, чем могут нейросети. Нужно будет иметь, наверное, еще дополнительные какие-то навыки иметь. Я думаю, что определенные рабочие места люди потеряют гарантированно. Но сказать о том, что полностью и целиком заменят, наверное, нет. Потому что это инструмент. То есть если не будет человека, то кто будет заносить эти запросы, кто будет регулировать, решать, какую картинку взять, вот эту картинку или вот эту картинку. Все равно нужен человек, который это регулирует. В настоящий момент в открытом доступе есть огромное количество сервисов, позволяющих сгенерировать тексты, изображения, аудио-видеофайлы. Пройдет несколько лет, и они станут неотъемлемой частью жизни. И лишь спустя десятилетия можно будет сказать, хорошо это или плохо. Маргарита Михайлова, Александр Кузнецов, Фарид Захитоглы. Универньюз. На этом все. В студии была Софья Волоснова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти в наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова